Мы хотим знать, где сейчас находится мой брат. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера «Москва» нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Ваш сын без вести пропавший, к сожалению. Я говорю, как, как, без вести пропавший? Я говорю, что делать? Ну, типа, ждать. Я говорю, чего ждать? Ну, сразу, вот, вам скажу, говорит, ну, как бы положительный исход равен практически нулю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ноябре его отправили на флот служить. И, ну, он, по возможности, он выходил на связь, ну, как бы, обозначался, что жив-здоров, что скучает, что скоро приедет. И вот до 14-го числа мы, по крайней мере, знали, что он жив-здоров. 10-го числа он был на связи. Да, вот он позвонил, сказал, что уходит, уходит в море. После 14-го мы о нем ничего не знаем, никаких данных о нем абсолютно не знаем. Я ходила в комиссариат военный, там тоже отмалчивается ничего. Никакой информации не дают. Только предположения. По СМИ, по федеральным сказали, что все живы-здоровы, все получено эвакуировались. Но вот уже неделя, мы абсолютно не знаем, по крайней мере, про Сережку. Изначально же, когда это все случилось, я вот прочитала тоже в Телеграм-канале, они же пишут, писали, что весь экипаж эвакуировали, и было какое-то, ну, такое, как бы, спокойно. Думаю, что эвакуировали, и ждали, что свяжется, да, кто-то со мной все равно, там, ребенку дадут позвонить или еще что-то. Потом начали разногодние такая информация появляться, затонула, не затонула, потянули, не потянули, его где-то буксировали там все это. И я начала узнавать, ну, по всем телефонам. Я ему назвала фамилию, а он такой, «Ваш сын без вести пропавший?» Я говорю, «Как, как, без вести пропавший?» Я говорю, «Что делать?» «Ну, типа, ждать». Я говорю, «Чего, чего ждать?» Ну, сразу, вот, вам скажу, говорит, «Положительный исход равен практически нулю». Я говорю, «В смысле равен нулю?» А он говорит, ну, температура воды несовместимая с жизнью. Если там попал в воду, то в доме продержится. «Вы же, говорю, сказали, что вы весь экипаж эвакуировали. Как понять без вести пропавшего?» Я говорю, «Что творите?» Он говорит, «Ну, значит, не весь эвакуировали». Я говорю, «Что теперь?» Это у меня тоже опять началось волнение. Такой голос, конечно, так сразу осел. Он говорит, «Знаете что?» «Говорит, давайте, говорите мне писать смс. Говорит, по телефону я не буду с вами разговаривать, потому что мне тут ваши сопли слюни идут выслушивать, и ему типа, ну, не хочется». В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территории России. Я говорю, скажите мне, говорю, пожалуйста, почему вы, если вы пошли туда, к Украине, в ту сторону, я говорю, почему вы срочников с корабля не сняли? Почему, говорю, сказали, что они не будут? А он мне такой говорит, а мы находились в нейтральных водах, мы не участвовали ни в каких боевых действиях. С таким еще вот каким-то таким вот, ну, таким, что ты что, типа тут дурочка такая, ну, что, типа тут не придерешься к нам. Мы тут, типа, все у нас тут по закону. Я сегодня задала в военкомате, но ответа ясного я не получила. На службе они все равны, хоть срочник, хоть контрактник. Чтобы правда была, ясность была, вот каково родителям жить неведание, что происходит с ихним ребенком. Это раз. Во-вторых, для чего это пустая информация, что все хорошо, все замечательно, когда на самом деле есть пострадавшие, и я предполагаю, что есть и погибшие, но народу объявили, что все замечательно, экипаж эвакуирован. Для чего, спрашивается, зачем так обманывать народ. И, разумеется, мы хотим знать, где сейчас находится мой брат, и что с ним, уже как бы время немало прошло, это не один день, уже неделя, и до сих пор ничего не знаем. И сколько времени мы не будем знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова